Здравствуйте! Мы студенты техниково-промышленной акроматики Одессской национальной академии пищевых технологий. И мы представляем свою специальность, это монтаж и обслуживание средств автоматизации технологического производства. Она напрямую связана с электрическим током, и поэтому мы решили рассказать именно про опасности, связанное с ней. Ведь каждый год от удара электрическим током страдает все больше и больше людей. Протекание тока через организм сопровождается термическим действием, то есть ожогами определенной степени тяжкости электрическим действием, раздражение крови на других академических жидкостей и биологическим действием, раздражение и возбуждение живых тканей организма, что сопровождается непроизводными судорами. В результате всего этого могут возникнуть различные непоправимые нарушения в организме человека, в ходе до натальных исходов. Все это приводит к различным электрическим травмам. Таким как электрический удар, ожог, электрические знаки, витализация кожи, электроавцермия, фибрилляция сердца и, самое худшее, это смерть. Основными факторами, являющимися на исход поражения тока, бывают увеличена тока, длительность прохождения тока через тело человека и путь тока в теле пострадавшего тоже играет сейчас уже роль на исход поражения. Основными мерами защиты от поражения электрическим током являются обеспечение недоступности токоведущих частей, находясь под обряжением для случайного прикосновения, защитное заземление, оживление, использование низких напряжений и применение данной зарядки. Рассмотрим два способа заземления и независимения. Защитное заземление преднамеренно соединяется с землей и другими конструктивными металлическими частями электрооборудования, которые нормально находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при случайном соединении с токоведущими частями. Задача заземления – устранение какой-либо опасности и поражения током человека в случае прикосновения к корпусу. Зануление – это присоединение неоднократно с заземленным нулевым проводом питающей сети корпуса и других металлических частей электрооборудования. По степени опасности и поражения электрическим током помещения делятся на повышение повышенной опасности и особо опасности. Так как мы электромеханики, мы пользуемся различными ограничивающими средствами, которые защищают нас от поражения в личных токах. Они делятся на изолирующие, ограждающие и предохранительные. При поражении в личных токах необходимо, можно скорее, предоставить потерпевшему медицинскую помощь, поскольку длительное похождение электрического тока через организм человека это очень опасно. Возвлеждение человека от действия электрического тока может быть произведено следующим путем. Отключение электрического питания с помощью рубильника банального или перерубить провода топором, например. Если наш стадарш находится на высоте, то надо принять меру, чтобы он не упал и не получил новых травм. Если ничего нельзя предпринять, тогда надо провести кроткое замыкание, бросить мокрую тряпку на провода и перевозить сеть. Если пострадавший в сознании, или был в обмороке, то необходимо уложить его на подстилку, обеспечить плохое и сдать врача. Предварительно до этого надо было его вызвать. После выражения тока пострадавшего никак нельзя нагружать. Ведь это может привести к большему осложнению. Если он без сознания, но с устойчивым дыханием, нужно растянуть одежду и пояс. Привести его в сознание, на штырьму спирта, или просто приободрить, повыгрывать водой. Но если он плохо дышит, или судорожно, или прерывист, необходимо делать ему искусственное дыхание или прямой массаж тем. На этом, в принципе, можно было это закончить. Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok